Убийца танков в США обратили внимание на ракету «Бронебойщик». 18 декабря 2018 года российская газета «Убийца танков» в США обратили внимание на ракету «Бронебойщик». К-52. Источник изображения, Алексей Михеев, ВИА Новости опытно-войсковая эксплуатация российской неуправляемой ракеты «Воздух-поверхность С-8ОП» начнется в 2019 году. Публикацию о новой ракете подготовил американский журнал. «Новая российская ракета может оказаться настоящим убийцей танков», — гласит заголовок статьи. С-8ОП «Бронебойщик» — последнее на данный момент прибавление в семействе советских ракет С-8, которые начали производить более 40 лет назад. Снаружи новинка практически неотличима от своих предшественниц, ключевые изменения кроются внутри. Новый двигатель стал не только мощнее, но и компактнее, что позволило применить более тяжелую боеголовку. В результате ракета может похвастаться как большой огневой мощью, так и увеличенной до 6000 метров дальностью. Новая модификация С-8 получила взрыватель, который можно настроить так, чтобы боеприпас срабатывал перед преградой, при ударе об нее или уже за ней. То есть ракета может сначала пробить препятствие, находящееся на пути, а затем поразить цель. Это серьезно увеличило эффективность бронебойщика, предназначенного для уничтожения как статичных целей, так и колонн бронетехники. Мощная боеголовка без труда справится с бронированными целями, уверен автор публикации Марк Эпископос. Как и недавно появившаяся российская бомба-дрель, С-80ОП предназначена в первую очередь для использования в ходе асимметричных конфликтов, а не для работы в зоне ответственности современных систем ПРОВ, впрочем, пока неизвестно, можно ли оснастить новую ракету системой наведения и планируется ли это делать. Бронебойщик может применяться самолетами Су-24, Су-25, Су-27, а также вертолетами Ми-8, Ми-24, К-50 и К-52. Прототипы ракеты показывали на нескольких оружейных выставках, что говорит об ее экспортном потенциале, пишет Най, напомним, что в настоящий момент работы по бронебойщику продолжаются, но уже в другом калибре. Новая 130-м ракета получила название «Монолит». Илья Максимов 17 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат российская газета «Материал» размещен правообладателем в открытом доступе.